Сидеть дома в последний выходной сентября похоже на преступление. А если и погода способствует прогулке, к тому же есть куда пойти, тогда нужно обязательно воспользоваться возможностью и активно провести свободные от работы дни. В Ярселе богатыми на спортивные мероприятия выдались прошедшие выходные. Татьяна Журавлева побывала на всех и готова прямо сейчас рассказать обо всем подробнее. Пешей прогулкой открылась субботнее утро в районном центре. Новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. В нашей стране впервые прошел в 2015 году и тогда мероприятие прокатилось волной по всей территории Российской Федерации. Второй год подряд на пешую прогулку вышли иерсалинцы с хорошим настроением в компании своих одноклассников и педагогов. Школьники совершили прогулку до спортивно-оздоровительного центра. Солнечная, пусть и морозная погода вновь превратила массовое шествие в маленький праздник. Необычный спортивный праздник – День здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел субботу в Арктике. Юные спортсмены успели полюбить мероприятия, проводимые в рамках Дня здоровья и с удовольствием пробуют свои силы в разных видах спорта. В Ярселе воспитанники группы адаптивной физической культуры сдавали вводный экзамен в рамках Всероссийского комплекса ГТО. Всего ребята опробовали себя в пяти годах. На первом экзамене самое главное, что позитивно и с желанием. Вот это вот самое главное, что дети хотят и с удовольствием. Мне это очень нравится, потому что они намерены работать. В новом учебном году приятным сюрпризом для детей группы АФК стали подарки от депутатов районной думы. По окончании экзамена Наталья Гагарина и Николай Шемякин поздравили ребят с праздником спорта и вручили подарки. Хотя наш вклад-то чисто, так сказать, небольшой, но я думаю, деткам всем было очень приятно о том, что о них знают, о том, что они на виду. И как бы, я думаю, что наша встреча будет, это вот не то, что вот мы один раз появились и все. Мы будем держать с ними контакт, мы будем поддерживать отношения с руководителем Еленой Александровной. И, конечно же, в силу того, насколько мы можем им помочь, то, конечно, мы будем им помогать. Ледовый каток открылся. Этой новости ждали многие рсаленцы и в воскресенье ровно в полдень. На массовое катание пришли в основном мамы с детьми. Внимание первых посетителей привлек баннер, разместившийся на стенах хоккейной раздевалки. На фотографиях яркие моменты прошлого учебного года. И, конечно, гордость школы, команда Лемминги. Их достойное выступление на окружном уровне и завоеванный трофей. Кубок открытого турнира города Салихард забыть невозможно. А вот и первая тренировка после продолжительного лета. Время работы катка расписано буквально по минутам. Ознакомиться с режимом работы ледового сооружения можно в детско-юношеской спортивной школе «Лидер». Спортивные выходные отметились еще одним событием – заключительными матчами по меню футболу в зачет спартакиады трудовых коллективов села Ярселе. В этом году за звание чемпиона боролись шесть команд. И хотя тройка лидеров значительно не изменилась, каждый раз решающую роль играет спортивная удача. Команда «Учитель» сыграла собранно, дисциплинированно защищалась, мало пропустила. Ну и мало забила, но пропустила еще меньше. Третье место по итогам соревнований на счету лидера команду представляют воспитанники детско-юношеской спортивной школы. На втором команда «Ямалспорт» чемпионский титул завоевали учителя. Минифутбол стал четвертым визом поселковой спартакиады и уже с следующего вторника стартует волейбол. Следом за ним пройдут баскетбол и плавание, которые и закроют спартакиаду 2017 года.